Бойцы батальона «Ахиллес» 92-й ОШБР показали отражение механизированного штурма северной части Кругликовки. Отражение штурма осуществлялось совместно с бойцами бригады «Буревий» и десантниками 72-й ОАМБР. По сообщениям военных, на подступах к Кругликовке был уничтожен не один десяток пехоты, один с единиц техники, восемь БМП и три танка, а также повреждено шесть БМП. Попытка прорыва была в направлении переправы как раз реки Оскол в районе населенного пункта Синьково с северной стороны Кругликовки, где россияне смогли достаточно глубоко заехать в саму деревню и закрепиться на северных окраинах. Концентрация силы резервы, которую они туда подтянули, позволяет осуществить постоянные атаки на населенный пункт, ведь они понимают всю значимость данного села. Сила обороны делает все возможное, чтобы сдерживать давление Орды, и, к сожалению, погода как положительная, так и негативная, играет в обе стороны, пишет Дипстейт. То есть, после того, как ГУР зачистил Кругликовку, вообще вы помните, что у российской армии какая-то невероятная аллергия на ГУР, и в момент, когда ГУР совместно с другими подразделениями защищает какой-нибудь населенный пункт или конкретную точку в населенном пункте, как агрегатный завод Волчанский, Россия посылает огромное количество сразу людей для того, чтобы это отбить или как минимум навязать бой. Так же случилось и здесь. Послали сразу большой механизированный штурм в Кругликовку, но уже довольно быстро по пути и по самой Кругликовке и после наваляли российским войскам. Опять же, Россия не оставит попыток это предпринимать, потому что ей очень важно выйти к реке Оскол и занять переправу. Но, значит, мы видим, что они действуют достаточно истерично и реакционно, я бы сказал. То есть они все еще пытаются в основном давить количеством, а не умением. Ну, на разных направлениях по-разному. Где-то лучше у России получается именно в планировании войны, а где-то вот так вот пытаются просто забросать трупами, техникой и всем остальным. Благо, украинские солдаты пока активно этому сопротивляются. И сопротивляются не просто активно, но и успешно. Теперь к Часову Яру. Российский военный с позывным «Темный» докладывает обстановку под Часовым Яром. Обстановка, пишет он, мягко говоря, сложная. За прошедшую неделю не прекращались бои за каналом на Клещеевском участке. Противник перебросил весьма подготовленные и мотивированные резервы, чтобы не допустить нашего закрепления и дальнейшего продвижения. В районе Курдюмовки и Север не отрабатывались точки вдоль канала. Закрепяться пока не удается. На трубах восточнее ступочек прошла эвакуация. Также за канал заходила разведка, шли стрелковые бои, после уничтожали скрытые позиции. В итоге удалось улучшить положение на этом участке. Противник, в свою очередь, продолжает посылать пехоту за канал западной карьеры и на окраину Клешни. На левом фланге Часика, Четверки и Смежникам удалось достичь ощутимых успехов. Занять ряд позиций, выйти к Руднику и Севернее. Вместе с тем, в самом НП противник постепенно выбивается из Октябрьского и фактически утратил контроль над лесным массивом Севера. Пишет он. Грубо говоря, то, что вчера мы с вами обсуждали, что перейти к каналу недостаточно. И когда пишут, закрепились там, не знаю, на той стороне, это означает, что несколько человек туда дошло и, возможно, сидит в какой-нибудь развалине, в подвале или еще где-нибудь. Для того, чтобы эффективно преодолевать канал и начать там уже серьезные действия внутри самого города, большие, массивные, с выбиванием ВСУ, нужно наладить нормальную переправу. И так далее. Чего, судя по всему, у российских войск пока не получается. В целом, про Хураковское направление. Бойцы 21-го БСП уничтожают захватчиков в восточной части населенного пункта Заряное, о захвате которого недавно, напомню, отчитывалось в Минина обороны РФ. Противник пытается прорваться в населенный пункт Кураховка и делает это с разных сторон. В частности, с горняка, желаемого второго и звездного. Ситуация сугубляется, ведь враг подтянул туда силы и оказывает постоянное давление на позиции украинских военных. Ситуация вокруг города Горняк тоже складывается не лучшим образом. Враг имел продвижение на северных окрестностях и продолжает двигаться в глубину населенного пункта с целью его полного занятия. Там сейчас бойцам силы обороны очень нелегко. Сначала россияне активизировали артиллерию, а теперь реализуют в полной мере свою группировку, которую они туда стянули для штурма города, сообщает Дипстейт. Что касается Покровского направления, российские военные вошли в Селидова, пишет украинский военный в своем телеграм-канале «Офицер». Пока это можно описать, пишет он, как перебежки отдельными штурмовыми группами из дома в дом. Так, это крайние хатки до 100-200 метров в пределах города, но они там уже есть. Подтверждает заход в Селидово и украинский военный Станислав Бунятов. Бои на Покровском направлении, пишет он, в отличие от Бахмутского, насыщены техникой, маневрирующими группами пехоты врага. Большой вклад в результативность наших подразделений, как и повсюду, вносят FPV-бомберы, но количество врага не позволяет полностью взять под контроль его маршруты передвижения и накопления, поэтому у россиян есть продвижение. Сегодня мои собратья, пишет он, сообщили, что враг смог пролезть в Селидово и пытается проводить работы по закреплению. Работа по зачистке данного участка продолжается, привлечены дополнительные средства, пишет он. В Селидово, напомню, уже не раз пробовали заходить российские военные. Вообще Селидово это тот город на Покровском, населенный пункт на Покровском направлении, где российские войска были остановлены месяц назад, в августе еще. Многие уже хоронили Покровска, говорили, что вот-вот Россия до него доберется. Однако добраться она смогла до Селидово, и там у россиян возникли большие проблемы. Они никак не могут захватить этот город, они пробуют его окружить, этот населенный пункт, они пробуют его окружить, они пробуют идти вперед. Бригада, по-моему, она 15-я, Карадак, которая там встала, просто не дает россиянам возможности спокойно пройти мимо нее. Там продолжаются тяжелейшие бои. Уже несколько раз россияне заходили в Селидово, но каждый раз оттуда выбивались. Будем надеяться, и в этот раз у Карадак получится сдержать наступление российских войск. В канале «Развитка Ноем», украинском канале, художественно описана российская тактика пехотного наступления, а точнее их виды, потому что я вам часто повторяю, что россияне используют там мясной штурм, в отличие от Покровского направления, где россияне используют и другие тактики, где малыми группами они пытаются заходить, охватывать и так далее. Ну вот, по сути, выделено две тактики, которые используют россиянами, и описание, мне кажется, довольно точное. Итак, вот что пишет «Развитка Ноем». У нас бывает два вида российских накатов. «Б***чая пи***чка с кучей народа и техники» или «малая пи***чка с малым количеством штурмовых групп». В первом случае немного легче. Однажды «б***чнули», «дали леща», «россияне назад откатились», «зализывают раны». Или «мы откатились назад». «Россияне, почувствовав субпект, начинает идти вперед, там получит леща и чешет ноги об асфальт назад». А есть малый, мерзкий накат. Каждый божий день по два-три раза выходят малые группы по четыре «б***чка» в рандомный момент. Ибо «б***чки смогут подлезть», значит, позади еще несколько рыл выйдет им на помощь. «Б***чки не смогли подлезть», ищут огневые, на которых были уничтожены вафле дроны, и начинают засыпать огневые с помощью АГС, СПГ с бросами и дронами. Разбили огневую, отправляют новую шайку, щупают. Везение исключительно на дурака. Может, огневую уничтожат, некому будет отбиваться. А может, смена на посту «б***чки», а может, никого нет. И так каждый божий день. В «б***чку погоду» количество пехотного напора заметно увеличивается, особенно утром. Туман холодно, приборы слежения и связи могут сесть. Мацает «россиянин», регулярно щупает. «Вагнера придумали», регуляр повторяет. Пишет разведка «Ноэм», довольно подробно описывая реально, как выглядит российская тактика малых групп. Вот когда вы слышите «тактика малых групп», это вот это. То есть берется два в «часовом яру» минимальные группы, зафиксированы двойки, так называемые вообще два человека. А так это 4-5 обычно. Берут и идут, им говорят, идите отсюда и туда. Они идут, их убивают. Посылают следующую, один-два доходит. Потом посылают следующую, еще один доходит. И вот у вас уже три на какой-то закрепленной позиции. Действительно понимаю, почему он называет это мерзкими накатами, потому что действительно они долгие, изматывающие и нет-нет, да и пролезет. Такой натуральный, не знаю, вот это вот по пару тараканчиков заползает, да, заползает, заползает, но в какой-то момент тараканчиков накапливается и в итоге, значит, какие-то позиции захватываются. Вот примерно так это выглядит на некоторых направлениях. К сожалению, история про расстрел украинских военнопленных уже не специфика отдельного направления, а общая как будто бы практика, которую использует российская армия. Число украинских военнопленных, убитых россиянами, что было зафиксировано детально, превысило уже 100 человек. 102. Это только зарегистрированные случаи военных преступлений. Это сообщает украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец. На самом деле таких случаев намного больше, но информацию по ряду причин сложно подтверждить в сложившихся условиях. Это сознательная политика России, говорит он, однако международные организации загрывают на это глаза. Я не вижу ни публичной, ни юридической реакции на эти события. Ордеров на арест для военных преступников до сих пор нет, отметил Лубенец, и я с ним согласен. Он добавил, что официально передал информацию о фактах казни российскому полномочному, однако понимает, что реакцию России на нарушение Женевских конвенций ожидать не стоит. Конечно, отсутствие реакции мирового сообщества — это просто катастрофа. Это очередной акт импотенции со стороны ООН и других всяких этих мерзейших, бесполезных организаций, которые только проедают бюджеты и симулируют деятельность. Все это надо к херам собачьим разогнать. Всех правозащитников, которые игнорируют военные преступления российской стороны, разогнать и начать строить нормальные организации или не строить их вовсе, если каждый раз это превращается в какую-то подкупленную абсолютную помойку, которая ничего не может сделать. Нет, бывают в ООН нормальные комиссии, бывают в ООН нормальные люди, которые действительно заняты каким-то делом. Но, как правило, это либо в лучшем случае бесполезная организация, либо в худшем случае организация, которая помогает непосредственно террористам в маленьком или в большом преломлении. В большом преломлении — это, например, помощь россиянам, когда ООН говорит следующее. Ну, смотрите, наших представителей не пустили в ту же Еленовку, а значит мы ничего не будем говорить про то, что там делают. Мы же не видели сами правильно, а нас не пускают. Или к украинским солдатам в российском плену нас не пускают, поэтому, ну и черт его. Опять же, есть отдельные комиссии, одна из которых как раз говорила, что 95% украинских пленных подвергаются пыткам в российском плену. Но это, скорее, исключение, чем правило. В массе свое он бесполезная организация по просиживанию штанов, как и многие, к сожалению, правозащитные организации, которые также не выполняют свои функции, а иногда являются прямыми вредителями. Например, Красный Крест помогает похищать украинских граждан с украинской территории. Хоть и считает, что он делает что-то хорошее, но он сам нарушает всевозможные конвенции. Я уж не говорю про какой-нибудь бопор, который и вовсе состоит в том числе из террористов и помогает террористам. Что касается, в принципе, войск военных, у Украины появляется проблема с новобранцами. Число новобранцев в СУ снизилось на 40%, передают их романские, со ссылкой на агентштаб. Если раньше в учебных центрах обучались до 35 тысяч одновременно, то сейчас это число упало до 20 тысяч. Людские ресурсы, возможно, самый важный фактор в войне на данный момент, пишет Роб Ли. Если Россия сохранит темпы пополнений, в том числе с помощью северокорейских военных, ситуация будет ухудшаться, пока страны Запада не нарастят поддержку. Написал он в своем твиттере. Роб Ли один из самых известных англоязычных военных аналитиков. Его мнение всегда довольно для меня важно, но он говорит те вещи, которые мы с вами обсуждали. Да, у Украины снижается количество мобилизованных ежемесячных, но при этом у России тоже гигантские проблемы с вербовкой, которые от мобилизации мало чего отличаются, честно, но только точкой входа. То есть в Украине берут и получают повестку, и ты обязан прийти, или на улице ее выдают, или насильно задерживают, если человек уклоняется от повестки. А в России, значит, история следующая, что обманом затаскивают либо срочников, которых таким же способом, если они берут повестку насильно, могут привезти и так далее, либо обманывают людей при их вербовке, и дальше уже они не могут разорвать контракт, они не могут никак выйти из этой сделки, поэтому, по сути, являются такими же людьми, у которых нет возможности покинуть армию никаким образом. Поэтому здесь мобилизация, на мой взгляд, от вербовки отличается исключительно точкой входа. Более того, у России там тоже есть большие проседания с точки зрения количества завербованных людей. Был небольшой пик после повышения выплат, но сейчас сообщается о недостатке личного состава. Более того, Россия расходует гораздо больше людей, потому что Россия уже год наступает, в нее большие проблемы с личным составом, больше она теряет в день, чем украинская сторона. Однако северокорейцы — это как раз то, что может изменить игру. 10-20 тысяч северокорейцев, если они будут добавлены в российские войска, погода не сделают. Однако если пополнения будут регулярными, например, будет не 10 тысяч северокорейцев, а 10 тысяч северокорейцев в месяц, то это уже будет оказывать серьезное влияние, и в том числе и об этом на это, я так понимаю, намекают рубли, говоря, что Россия может компенсировать снижение своего пополнения, в том числе с помощью северокорейцев.